здравствуйте друзья а перед началом этого ролика я всех попрошу подписаться на мой канал потому что канал новый развивается и очень важны подписки вот всем хорошего просмотра и мы начинаем так ну все мы погрузились в поезд уехали из варшавы едем в город готовится там находится база для новая работа чуть-чуть покажу сейчас сам поезд разницу русских электричек польских три места с одной и с другой стороны с отдельными подголовниками с розетками 220 полками мусорками в общем и сверху еще вам отдельно светильник для каждого человека поездка 300 с лишним километров по стоимости русские получаются 1200 рублей принципе недорого но ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! А мы с вами переместились в центр города Котовицы. Этот город расположен 350 км от Варшавы, ближе к чешской границе. Сегодня мы приехали с моим товарищем, с которым устраиваемся на работу, чтобы открыть банковский счет, немного прогуляться, посмотреть центр города. Потому что ситуация такая, что мы приехали на работу, и оформление документов затягивается на две недели, и две недели просто абсолютно нечем заниматься. То есть мы просто отдыхаем и ничего не делаем. Ну как же в Польше не поесть вкусные шаурмы? Ну или как это здесь называется, тортилла или донор-кебаб? Чуть. Тортилла средняя 250 рублей. Вполне себе нормальные цены. Да, такое красивое европейское местечко. Самый центр города Котовицы. Люди неспешно прогуливаются. Мы вот ждем Амир Кебаб Экспресс. Тут на улице покушаем. На улице тепло сегодня, плюс 15 градусов. Что там, пошла съемка? Что, Антоха, как чизбургер? Ты нажал? Точно? Сейчас попробуем чизбургер. Это не польский, это узбекский чизбургер. Пацаны Санчжана. Какая она интересная. В России так не делают. Очень интересный способ приготовления шаурмы. Мясо тонкими такими ломтиками нарезано. И по краям овощи все внутри. У нас обычно все делают наоборот. Ну, то есть, просто все перемешивают и все. Дошли тут к какой-то музей. Вон, какие-то куски механизмов огороженные. Что-то непонятное. Здесь тоже вон такие старые, не знаю, мануфактуры, возможно, были раньше какие-то. Ну, теперь, видимо, это как музей. Все вон забором обнесено. Камеры висят. Интересно, что это такое. Надо загуглить. Тут уже все современное такое. А там, и вот, интересно, вот еще какая-то башня. Тоже, что это такое. Сейчас пойду поближе, подойду. Судя вот по этой вывеске, раньше это были бани. Тут приходили люди мыться сюда. Ну, да, вон такие стеклянные витражи, как в бассейнах у нас там бывают делают такие. Интересно. Теперь это вот музейная ценность. Все, забором. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, друзья. В общем, ситуация такая, что приехали на фирму. И не можем пока получить все документы для начала работы. Фирма по категории C должны были ехать в Германию. Шеф сказал, что нужно пройти медицинскую комиссию. Дали направление. Но из-за того, что карантин, в этой фирме, в этой клинике не работают врачи. С другими фирмами договора у шефа нет. И заключать он их не хочет. Хотя мы их нашли. Нашли другую клинику. Да, нас готовы принять. Но нет договора. Поэтому за свои деньги здесь нельзя проходить. По закону должен платить со всего работодатель. Говорят, приходите на следующей неделе, узнавайте туда-сюда. Конечно, такая ситуация непонятная. Мы и так уже сидим неделю на базе. Ну ладно, хорошо, как бы мы не платим за жилье. Но все равно время идет. Виза идет. И непонятно, как бы через неделю будет ли медкомиссия или не будет. Получим ли мы красную бумагу. Там это свидетельство Кировца. Или не получим. И что-то непонятно, что делать. Не знаю, конечно. Есть вариант поискать работу на БУС. Там вроде как бы трудоустройство попроще. Не нужно ждать эту красную бумагу. Может даже освещение переделывать. Не знаю, сейчас уточню, конечно, все эти моменты. Вроде как там быстрее уже. Обычно водители у них требуются, как говорится, еще вчера. Ну, в общем, буду держать вас в курсе. Самое интересное, что мы, получается, на прошлой неделе, во вторник, пришли в эту клинику и нам говорят, как бы извините, нет врачей, приходите в понедельник. По понедельник точно будет. Переспросили несколько раз. Сказали, да, да, все. Вот в понедельник в 9 утра. Пришли у нас через неделю в понедельник в 9 утра. Говорят, извините, все на карантине, никого нет. Приходите, звоните, узнавайте еще через неделю. То есть уже не приходите, а уже просто узнавайте. Я не знаю, может, кто уже сталкивался вообще с этими медкомиссиями. Насколько я знаю, что... Ну, это же не обязательная, как бы, медкомиссия. То есть, блин, практически никто ее не проходит. Ну, может быть, конечно, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Ну, в общем, какая-то странная ситуация. Будем разбираться. В общем, приехал вчера шеф, после всей этой истории со справками, привез ксерокопии моей справки и ксерокопию справки, которая должна быть. И говорит, смотрите, типа, мол, не хватает какой-то печати. Должно быть там три печати, а стояло всего две. Ну, и, собственно, говорит, если вы сможете, типа, поставить эту печать, ну, в той клинике, где вы проходили комиссию на КОДе, то вроде как и не надо тогда проходить новую комиссию. Связались с учредителями школы, которые, ну, организовывали нам все эти медкомиссии, психотесты. И, в общем, сказали, ну, попробуют переделать эту справку. В общем, ждем результатов. Но я думаю, это будет не скоро. И уже эту информацию, наверное, вы уже увидите в следующем ролике. А пока будем заканчивать. Еще раз, кто досмотрел до конца, прошу всех подписаться на канал. Я думаю, здесь еще будет много всего интересного по работе в Польше. Ну, все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok